Джеффри Линдс и дремлющий демон Декстера глава 1 луна. Сияющая луна. Полная, толстая, красная луна. Ночь светла, как день, лунный свет льется на землю, неся радость, радость, радость. А еще горта наизов тропической ночи, приятный и одновременно дикий голос ветра, своим прорывающегося сквозь волосы, молчаливый вопль звездного света и зубовный искрежет света лунного, там, внизу, у воды. Все взывает к жажде. О, этот симфонический рев тысяч невидимых голосов, крик жажды внутри тебя, сама суть, молчаливый наблюдатель, затаившийся холодное нечто, хохочущие и танцующие в лунном свете. Это сам я, который на самом деле не я, а тот, кто глумился и хохотал, а вот теперь зашелся от голода, от жажды. А жажда на сей раз очень сильна, будто свитая, хладнокровная рукой спираль, потрескивающая от напряжения, готовая к прыжку, совершенно готовая. И все же она ждет и наблюдает. И вместе с ней жду и наблюдаю я. Я жду и наблюдаю за священником уже пять недель. Все это время жажда колола, разнила и гнала меня. Уже три недели я знаю, что именно он, он следующий, он и я, мы оба принадлежим темному пассажиру. Последние три недели я провел, борясь с натиском растущей. Жажда она поднималась во мне ревущей волной, которая и падает на берег, однако не отступает, а только с каждой секундой продолжает набухать. Но мне требовалось время. Время, чтобы удостовериться. Нет, не убедиться, что священник именно тот, в этом я был уверен уже давно. Удостовериться в том, что все можно сделать правильно, сработать четко. Мне нельзя попасться, во всяком случае, сейчас. Я слишком долго трудился, чтобы позволить себе удовольствие сделать дело, не подвергая опасности свою скромную и счастливую жизнь. И мне слишком это нравится, чтобы вдруг остановиться. Так что я всегда осторожен, всегда аккуратен, всегда заранее подготовлен, чтобы все было правильно. И когда все оказывается правильно, я трачу еще немного времени, чтобы удостовериться. Так поступал Гарри, безупречный и дальнозоркий полицейский. Мой приемный отец, благослови его Божий. Всегда будь уверен, будь осторожен, будь точен, говорил он. И вот уже неделя, как я уверен, что все правильно. Гарри понравилось бы. Сегодня, уходя с работы, я знал, вот оно. Нынешняя ночь именно та ночь. Не такая, как другие. Это и ночью все и произойдет, должно произойти. Как бывало раньше. Так же, как будет еще и еще. А сегодня это случится со священником. Его зовут Отец Донован. Он преподает детишкам музыку в приюте святого Антонии в Хамстеде, во Флориде. Дети любят священника. И конечно, он любит детей, очень любит. Он посвятил им всю жизнь. Выучил приольский и испанский. Освоил их музыку. Все для детишек. Что бы он ни делал, все для детишек. Все. Сегодня вечером я наблюдаю за ним, точно так же, как наблюдал много вечеров. Наблюдаю, как он выходит из приюта, останавливается и заговаривает с маленькой чернокожей девочкой, вышедшей вместе с ним. Ей не больше восьми лет, но и для этого возраста она кажется слишком маленькой. Отец Донован садится на ступеньку и говорит с ней. Девочка тоже садится и начинает покачиваться взад, вперед. Итак, минут пять. Они смеются. Девочка льнет к священнику, а он гладит ее по головке. Выходит монахиня и прежде чем заговорить, на мгновение останавливается в дверном проеме. Улыбается и протягивает руку. Девочка жмется к священнику. Отец Донован обнимает ее, целует на прощание и встает. Монахиня, смеясь, что-то говорит отцу Донован. Тот что-то отвечает. Идет в сторону машины. Наконец, я приготовился. Пока рано. В пятнадцати футах от входа стоит служебный микроавтобус ютского вахтера. Когда отец Донован проходит мимо, раздвижная дверь открывается, из нее высовывается человек с сигаретой и здоровается со священником. Тот опирается на машину, они о чем-то разговаривают. Везение. Снова везение. В такие ночи всегда везет. Я не видел человека, даже не догадывался, что он в микроавтобусе. А вот он мог увидеть меня. Я делаю глубокий вдох. Выдох медленный и спокойный, я холоден как лед. Это мелочь. Кроме нее, я не упустил ничего. Я все сделал правильно, все и везде, как положено. Сейчас. Отец Донован снова направляется к своей машине, на заднем сиденье которой спрятался я. Оборачивается и что-то кричит. Вахтер в ответ машет ему рукой, гасит сигарету и скрывается в здании приюта. Сейчас. Я поднимаюсь на сиденье позади него и набрасываю удавку на шею. Всего одно быстрое скользящее движение и петли рыболовной лески, рассчитанное на 50-фунтового тунца, точно ложится на место. А священник только слегка всхрапнул в панике и все. Теперь ты мой, проговорил я, и он замер настолько четко, будто всю жизнь тренировался или вдруг услышал другой голос того хохочущего наблюдателя внутри меня. Делая в точности, что я скажу. Он с хрипом втянул воздух и посмотрел в зеркало заднего вида. Мое лицо ждало его там, закрытой белой шелковой маской, только глаза видны. Понял? Шелк маски встрепнулся. Отец Донован ничего не ответил. Только смотрел в глаза. Я затянул удавку чуть туже. Понял? Повторил я уже немного мягче. На сей раз он кинул. Дрожащей рукой оттянулся к удавке. Видно было, что он не знает, что будет, если попытаться ослабить ее. Лицо священника богоровело. Я ослабил натяжение. Веди себя хорошо, сказал я, и проживешь дольше. Отец Донован сделал глубокий вдох. Было слышно, как воздух ворвался в его легкие. Закашлялся, снова вдохнул. Однако сидел тихо и не делал попыток вырваться. Это было хорошо. Мы тронулись. Отец Донован выполнял мои указания, никаких шуток и колебаний. Мы поехали на юг, через Флориду-Сити, повернули на Кард-Саунд-Роуд. Могу точно сказать, что священник занервничал, когда мы на нее свернули, но не проронил ни слова. Даже не попытался заговорить со мной. Обе руки на руле сжаты так, что побелевшие костяшки готовы выскочить. И это тоже хорошо. Мы проехали на юг еще минут пять. По-прежнему никаких звуков, кроме шуршаньей шин и песни ветра, да еще огромной луны, наполняющей мои вены своей могучей музыкой. Да осторожный наблюдатель, тихонько посмеивающийся в тяжелой пульсирующей музыке ночи. «Поверни здесь», — наконец сказал я. Глаза священника взметнулись в зеркале навстречу моим. В них сверкала паника. «Поверни здесь», — повторил я, и он повернул. Сник, как будто ожидал этого всю дорогу, готовился всю жизнь и все же повернул. Узкий проселок был едва виден. Чтобы здесь ехать, нужно знать, что он есть. И я знал. Я бывал здесь раньше. Длиной грунтовка мили две с половиной. Три поворота, по скошенной траве, через рощу, мимо небольшого канала, дальше в болото и на лесную полян. Пятьдесят лет назад, кто-то построил здесь дом. Значительная его часть еще на месте. Судя по ней, дом был большим. Три комнаты и половина крыши сохранились, однако ясно, что люди уехали отсюда много лет назад. Вот только в маленьком заброшенном огороде в боковом дворе недавно что-то явно рыли. «Останови машину», — приказал я, когда фары осветили развалины. Отец Данова неуклюже повиновался. Страх уже перешел на тело, сковав ноги, руки и мысли. «Выключи мотор». Выключил. Вдруг стало очень тихо. Какая-то живность стрекотала на дереве. Ветер шевелил траву. Все тише и тише. Молчание стало таким глубоким, что почти поглотило рев ночной музыки, вырывающийся из тайного моего естества. «Выходи», — сказал я. Отец Данован не шевелился. Его глаза смотрели на огород. Там были видны несколько небольших холмиков. В лунном свете земля на них казалась очень темой. А отцу Дановану она должна была казаться совсем черной. Он не дрился. Я резко затянул давку, сильнее, чем он ожидал, сильнее, чем он был готов выдержать. Спина священника выгнулась. Вены на лбу обогравели. Он решил, что пришла смерть. Но он ошибался. Пока нет. На самом деле, еще довольно долго. Я распахнул дверь машины и вытащил его за собой. Просто, чтобы он ощутил мою силу. Отец Данован вывалился на песчаную обочину, извиваясь, как раненые змеи. Темный пассажир рассмеялся, ему это понравилось, а я продолжил исполнение своей роли. Наступил ботинком священнику на грудь, крепко держа петлю. Ты выслушаешь меня и сделаешь, как я скажу. У тебя нет выбора. Я наклонился и слегка ослабил петлю. Ты должен понимать. Это важно. И он услышал меня. Его глаза, налившиеся кровью и болью, встретились с моими в моменте просветления. Сейчас он увидит все, что должно с ним произойти. И он увидел, и понял, насколько для него важно вести себя правильно. Он начал понимать. Теперь вставая, медленно, очень медленно, не отводя от меня взгляда, отец Данован встал. Мы простояли так глаза в глаза довольно долго, почти слившись в одно существо и одно желание. И тут он дронул. Попробовал поднести руку к лицу, но не донес. В дом, сказал я, тихо так. В дом, где все было готово. Отец Данован опустил глаза. Попытался еще раз посмотреть на меня, но уже не смог. Повернулся в сторону дома, но остановился. Вновь увидев темные холмики на огороде. Опять попытался взглянуть на меня и снова не смог после вида этих черных залитых лунным светом кучей земли. Двинулись к дому, он у меня на поводке. Священник шел, покорно опустив голову, хорошей и понятливой жертву. Пять покосившихся ступеней вверх, через узкие ворота, к входной двери, которую кто-то захлопал. Отец Данован остановился. Глаза вниз, на меня не смотрят. В дверь, сказал я своим мягким командным голосом. Отец Данован задрожал. Заходи в дверь, повторил я. Он не мог. Перегнувшись через священника, я распахнул дверь. Ногой втолкнул отца Данована внутрь. Он споткнулся, устоял и остановился уже руки, плотно стиснув дверьки. Я закрыл дверь. На полу рядом с дверью я оставил фонарь, и теперь поднял его и включил. Смотри, прошептал я. Отец Данован медленно и осторожно открыл один глаз. И замер. Время остановилось для отца Данована. Нет, сказал он. Да, сказал я. А нет. Сказал он. А да, сказал я. И он заорал. Не-е-ет. Я поддернул удавку. Три, как обрезала, и священник упал на колени. Хрепловато захныкал. Да, сказал я. Ужасное месиво. Правда? Его лицо исказилось в попытке закрыть глаза. Он не мог смотреть. Только не сейчас, только не на это. И не мудрено, зрелище действительно жуткое. Но он должен это увидеть. Должен. Не ради меня. И не только ради темного пассажира. Ради себя самого. Он должен увидеть. А он как раз и не смотрел. Открой глаза, отец Данован, сказал я. Пожалуйста. Заныл он. Это очень подействовало мне на нервы, хотя и не должно бы. Ледяной самоконтроль куда-то подевался, вот так ныть при виде этого месива на полу. Я сбил его с ног, с силой затянул удавку, правой рукой схватил за затылок и шарахнул лицом прямо о грязный и покоробившийся пол. На лице священника появилась кровь, и это взбесило меня еще больше. Открой глаза, сказал я. Открой их. Открой их немедленно. Смотри. Я за волосы откинул ему голову. Делай, как тебе говорят. Смотри. Или я отрежу тебе веки. Это прозвучало убедительно. Сработало. И он сделал то, что ему сказали. Посмотрел. Мне пришлось потрудиться, чтобы получилось нормально, но для этого пришлось работать с тем, что было. У меня бы вообще ничего не вышло, если бы они не пробыли там достаточно долго, чтобы все высохло. Но какие же они были грязные. Мне удалось очистить почти всю грязь, однако часть тел пролежала в земле так давно, что уже нельзя было сказать, где начиналась грязь, а где кончалось тело. Об этом невозможно не думать. Правда. Такая грязь. Их было семеро, семь маленьких тел, семь удивительно грязных приютских детишек, выложенных на резиновые корики для душа, чистые и непромокаемые. Семь ровных полосок поперек комнаты, указывающие на отца Дановна. И вот он знает. Он скоро будет с ними. Святая Мария всемилостивая. Я резко дернул удавку. Не надо этого, отец. Не сейчас. Сейчас момент истины. Пожалуйста. Прохрепел он. Да, проси меня. Это хорошо. Намного лучше. Я снова дернул. Думаешь, это все, отец? Семь трупов? А они просили. Ему нечего было сказать. Ты уверен, что это все, отец? Всего семь? Я всех выкопал. О боже. Прохрепел он с болью, которую было приятно слышать. А что в других городах, отец? Как насчет Файетвилле? Поговорим о Файетвилле. Он только всхликнул. А как насчет и Сторанджа? Там их было трое. Или я кого-то пропустил? Четверо вы Сторанджи. А отец? Отец Данован попытался издать крик. В получившемся слабом звуке звучало настоящее чувство. Правда, при плохой технике исполнения. Потом отец Данован свалился лицом вниз, и я дал ему немного поныть, прежде чем рывком поставить на ноги. Стоял священник шатаясь, совершенно не контролируя себя. Он обмочился, по подбородку стекала слюна. Прошу вас, проговорил он. Я не мог ничего с собой поделать. Просто не мог. Пожалуйста, вы должны понять. Я понимаю, отец, сказал я, и в моем голосе теперь уже было что-то от голоса пассажира. Священник замер. Медленно поднял голову, и то, что он увидел в моих глазах, успокоило его. Прекрасно понимаю. Я приблизился к нему вплотную. Пот на щеках священника, казалось, превратился в лед. Видишь, я тоже ничего не могу с собой поделать. Теперь мы почти касались друг друга. Натянув удавку, я снова сбил его с ног. Отец Данова нарастянулся на полу. Но дети, я никогда не смог бы сделать такое с детьми. Я поставил свой тяжелый чистый ботинок ему на затылок и надавил, что было силы. Дети никогда. Мне нужны такие, как ты. Кто вы такой? Прошептал отец Дановым. Начало, ответил я, и конец. Познакомься со своей смертью. Игла была у меня на готове, она как нужно вошла ему в шею. Легкое сопротивление сведенных мышц, но не самого священника. Нажатие на поршни шприц заполнил отца Данована быстрым и чистым покоем. Буквально через мгновение его голова поплыла, лицо повернулось ко мне. Действительно ли он видит сейчас меня? Двойные резиновые перчатки, аккуратный комбинезон, гладкую шелковую маску? На самом деле видит? Или он видит меня только в другой комнате, комнате пассажира, чистой комнате? Со стенами, выкрашенными два дня назад в белый цвет, вымытой, надранной, проветренной, такой чистой, что чище не бывает. Посередине комнаты, окна которой заклеены плотными прорезиненными листами белого цвета. Посередине, под яркими лампами, на столе, которые я сам сделал. Видит ли он меня? Коробки с белыми мешками для мусора, бутыли с химикалиями и выложенные в ряд пилы и ножи? Видит ли меня наконец? Нет, или он видит только те 7 грязных конков, хотя кто знает, сколько их всего было? Или, в конце концов, видит, как сам безмолвно превращается в такую же массу там на огороде? Конечно же, нет. Его воображения недостаточно, чтобы представить себя в таком виде. И в какой-то степени он прав. Ему никогда не стать тем ужасным месивом, в которое он превратил детей. Я никогда так не смог бы, не позволил бы себе такого. Я не такой, как отец Донован, не такое чудовище. Я очень чистоплотное чудовище. Чистоплотность требует времени, но стоит его. Стоит, потому что темный пассажир будет доволен и надолго успокоиться. Стоит просто для того, чтобы делать все правильно и аккуратно. Убрать еще одну кучу дерьма из этого мира. Всего несколькими аккуратно упакованными мешками для мусора больше, и мой маленький уголок мира станет чище и счастливее. Лучше. У меня около восьми часов, прежде чем придет пора уезжать. И чтобы сделать все правильно, мне потребуется все это время. Клейкой лентой я привязал священника к столу, обрезал всю одежду. Предварительную работу сделал быстро, облил, помыл, обрезал все, что неряшливо торчало. Как всегда, я почувствовал, как прекрасный, долгий, медленный прилив начинает наполнять мое тело. Пока я работаю, он будет вибрировать во мне, поднимать и увлекать с собой, и так до самого конца, пока не угаснет и не превратится в отлив, на волнах которого уплывут и жажда, и священник. А перед тем, как я принялся за серьезную работу, отец Данова надкрыл глаза и посмотрел на меня. У них уже не было страха, такое иногда случается. Глядя прямо на меня, он пошевелил губами. Что? Спросил я, придвинувшись ближе. Не слышу тебя. Он вздохнул, медленно и мирно, а потом снова произнес это. И закрыл глаза. Ни за что, ответил я и приступил к работе.